Здравствуйте, друзья! Мы сегодня на программе «Револьвер» планировали вначале обсудить совершенно иной вопрос, то, что касается положения христиан на Ближнем Востоке и чем Россия может помочь христиан, оказавшись в весьма трудной ситуации. Но события в Волгограде, естественно, побудили нас прийти к этой теме и обсудить даже не то, что произошло в Волгограде, а что происходит у нас в стране в контексте и событий в Волгограде в первую очередь, событий в Пятигорске, событий в Татарии с теми сожженными церквями и попытками обстрела нефтехимического комбината и другими аналогичными событиями. Что надо сделать, чтобы в конечном счете победить терроризм, победить экстремизм, а экстремизм это как бы составляющая часть, та подготовительная часть, что ведет к терроризму. У нас сегодня в гостях Александр Виктор Чуев, политик, общественный деятель, член президиума партии «Справедливая Россия». Я напоминаю, код, извините, телефон нашей студии 6510996, 6510996, код города 495. Мы сегодня будем рассматривать этот вопрос во всех аспектах. Что надо делать в идеологическом плане, что надо делать в силовом плане, как с этим связана миграция, международные вопросы, связанные с той же Сирией и так далее, как это влияет на ситуацию в стране. Александр Викторович, вот хотелось бы слушать Ваше мнение под тем событием, что у нас происходит. Ну, прежде всего, я хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Произошло страшное горе, страшная трагедия, утрата. Ни в чем не повинные люди погибли, снова погибли. Это всегда тяжело. Но если говорить о причинах, почему это произошло, как это произошло, вы знаете, я хочу вернуться немножко назад. Наша страна испытывает угрозу терроризма и удары терроризма не в первый раз. Если вы помните, была и Дубровка, и Норд-Ост, в общем, было все. Ну, я думаю, все помнят, такое не сбывается. Да, есть ряд событий, которые в нашей стране уже были. И мне казалось, что все-таки какие-то выводы из этого будут сделаны, какое-то движение к тому, что пресечь это начнется, более серьезное. К сожалению, я считаю, что не все сделано для того, чтобы нас обезопасить от этого зла. Далеко не все. Здесь есть много факторов. Во-первых, я хочу сказать, что неважно даже, кто стоит. Мы можем здесь, я думаю, поговорим еще во время передачи, кто стоит и может стоять за террористами обязательно. Но здесь я хочу начать не с этого. Независимо от того, кто за этим стоит, надо понимать, что здесь и вокруг тех, кто является террористом, и сами террористы, это все-таки когда-то они были детьми, потом они стали молодыми людьми, они выросли, и это произошло не так давно. Я хочу сказать, что мы, к сожалению, бросили с какого-то момента, просто перестали заниматься нашими детьми и нашей молодежью, нашим образованием, воспитанием наших детей и подрастающего поколения. Причем мы оставили эту проблему, не только опустили это на самотек, но и в плане религии это произошло так же. Ведь смотрите, у нас традиционный ислам, который существовал в нашей стране достаточно долгое время, имел свое... Но он и существует часто. Он и существует, да. Мы воспитывали своих мул, воспитывали своих, так сказать, преподавателей, были своими дрессе и так далее. Что сегодня? Сегодня, к сожалению, обучение все ведется за рубежом очень часто. Только сейчас в некоторых регионах, в некоторых республиках начинают создаваться свои учебные заведения. Но пока этот процесс, я считаю, недостаточно активно идет. Ну а, сами понимаете, идеи другие, новые. Врагов у нашей страны много. И вот приезжают уже люди совершенно с другими идеями и начинают действовать разрушительно. Это факт. У нас на линии Магомеда. Магомед, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я вырос на Кавказе. Я хоть человек, который не верит в религию, но верит в Бога. И вырос в Исламской республике. Могу сказать, что ни один уважающий себя мусульманин никогда в жизни не сделает ничего плохого. Ни вовсе нет. Любой другой церкви. Потому что, не важно, мечеть, церковь, буддистская, что-то такое, или синагога. Это место святое для любого верующего человека. Магомед, ваш вопрос. Вопрос можно, да. А вопрос такой. Вот почему у нас вся проблема, что из-за того, что силовики, если заниматься своей непосредственной работой, почему-то ударились в бизнес-проекты, осваивание денег. Когда это прекратится? Что для этого надо? Сколько еще людей надо, чтобы погибло? Вопрос понятен. Магомед, я много раз слышал эту версию о том, что во всем виноваты силовики. Я не был на Кавказе, но в силу целого ряда причин я участвовал в стабилизации ситуации в Средней Азии во время известных событий. Это события в Иргане, в Аше, гражданская война в Таджикистане. По крайней мере, тогда я не видел никого из силовиков, которые приезжали, откомандировались в эти районы и которые чем-либо занимались. Я думаю, в значительной степени все-таки этот вопрос надуманный, и он специально сбрасывается с тем, чтобы дискредитировать центральную власть и дискредитировать наши силовые структуры. И это первое. Второе, давайте сразу договоримся вот в этой передаче. Мы уважительно относимся ко всем гражданам Российской Федерации, ко всем расповеданиям, христианам, православным, неправославным, мусульманам и так далее. Мы граждане одной страны, и от того, как будет взаимодействовать та же православная церковь и ислам, зависит, в конечном счете, будущее нашей страны. Поэтому мы будем толерантны, но в то же время будем иногда назвать вещи своими венами. Вы знаете, я хочу сказать, кстати, я считаю, что те люди, которые совершили эти злодеяния, это вообще не совсем уже люди. Это какие-то зомбированные существа, простите меня, лишенные уже и совести, и понимания вообще, что такое жизнь. Там нет никакой религии, и быть ее не может, это уже за гранью добра и зла. Вы знаете, это просто зомбированные, ну, почти роботы такие, человекоподобные. Ну, я вот тут не совсем согласен с Александром Викторовичем. Александр Викторович, надо вещи называть своими именами. Я в силу этого ряда причин длительное время занимался изучением подобных проблем. И врага надо называть своими именами. Мы на сегодняшний день имеем очень серьезного врага, это идеологический терроризм, глубокий идеологический терроризм. Называется это крайне политический салафизм. Он, кстати, имеет распространение не только в Российской Федерации, но и на всем Ближнем Востоке, Европе и так далее. И это явление, оно чем-то напоминает ранний коммунизм. Я можно договорить, значит, в чем у них есть свой Карл Маркс, это такие один ибн Таймия Аль-Харани, у них есть свой Владимир Ильич Ленин Аль-Вахаб, у них есть даже свой Троцкий Мустафа Шукри. Это очень опасное, мощное идеологическое течение. И поэтому, когда мы удивляемся, как там русские оказались? Они оказались потому, что оказались под влиянием этой идеологии и не видят альтернативную идеологию, которым государство не предлагает. У нас уникальная страна, многонациональная, многорелигиозная, а 13-я статья Конституции у нас запрещает государству иметь свою идеологию. Вот кто угодно может иметь, только не государство. Это опасное явление. Нам говорят, идеологии нам не надо, вот будет национальная идея. Какая национальная идея? Да вот сейчас придумаем. Вот в этом тоже очень большая опасность. Знаете, я бы хотел, вот совершенно с вами согласен, но это только подтверждает то, что я сказал. Вы знаете, вот те люди, которые являются идеологами, да, и те люди, которые платят деньги, обучают и готовят тех смертников, в том числе, которые идут, эти люди сами, может быть, даже и не убивают лично. Они убивают приказами, словами, своими идеями. А вот те, кто идет, они уже, я говорю, еще раз зомбированы этой идеологией. И вот наша задача здесь, как я ее вижу себе, она, конечно, многоплановая. Прежде всего, это, безусловно, альтернативная идеология, которая должна, так сказать, быть адресована нашим гражданам, жителям нашей страны. Я вас перебью, хотя бы пока ожидать, мы будем, когда же у нас созреет, и что мы наконец-то в Конституцию ведем идеологию, хотя бы сильная, целенаправленная контрпропаганда. И ее-то нет в этом праве. Контрпропаганда должна зиждеться на определенных духовно-нравственных ценностях. Вы знаете, я вам скажу по духовно-нравственных ценностях. После событий 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, буквально через 3-4 года, мне в руки попала интересная брошюра. Она называлась «Идеологическая слабость, недостатки идеологии движения Аль-Каиды». Ее написала группа, естественно, сотрудников спецслужб США. У нас есть нечто подобное. Для того, чтобы выстроить что-то, надо хотя бы изучить. Я, извиняюсь, просто перебью, у нас на линии Владимира Викторовича. Владимир Викторович, стручиваем вас. Владимир Викторович. Я слушаю. Извините, да, мы не могли. Да, слушаем вас в вашу вопрос. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать немножко в историю. Значит, в начале 90-х годов, собственно говоря, у меня очень много было друзей в КГБ. И вот когда начались вот эти вот все дела, там, насчет вот этой вот чеченской группировки, там, ОПГ, там, армянских, там, и прочее, прочее. Да, да, я разговаривал с моими друзьями. И мне говорили, что, слушай, Володь, а как же, в смысле, я им говорю, ребят, как же так, я не могу свою дочь выпустить на улицу, потому что вот такая вот... А вот, понимаешь, а мы все знаем, где, кто, когда, где вот, извините меня за... А приказы не отдам. Какой марш? А вот приказы, а вот это до сих пор, и вот мы вот это вот хлебаем полной ложкой, понимаете? Мы вот это все хлебаем полной ложкой до сих пор. Владимир Владимирович, мне понятны ваши эмоции, а вопрос задайте конкретно. Это не эмоции, да вот доколе, доколе, как говорил Классик. Значит, я понимаю... Вот это мой вопрос, доколе. Александр Владимирович, пожалуйста. Да, вы знаете, я так скажу, что действительно нужна политическая воля. И действительно мы ожидали, и я все-таки очень надеюсь на то, что наш президент обратится к народу и что-то скажет твердое сегодня, потому что сегодня нужны твердые слова в этой ситуации, нужны очень важные слова президента как руководителя государства. Здесь важно не просто понять, что люди растеряны, есть проблема, а действительно важно сегодня дать людям надежду и дать понимание, что власть сильна, и власть не пошатнулась, и она стоит, и ничего не случилось. Это крайне важно, это мое личное мнение. А вообще, вы знаете, я скажу так, 90-е годы это вообще разрушительный год для нашей страны. Практически все, все, что было цветово, ценного, все, что было построено, было просто выбито, разрушено, в том числе и идеологии, в том числе и ценности, которые были. Сегодня мы это собираем по крупицам. Но времени у нас исторически очень немного, поэтому мы должны сегодня... Боюсь, что у нас время вообще уже нет. Да, да, практически да. Но мы должны это делать. Ну да, значит, я хотел бы напомнить телефон студии 6510-99-6, 6510-99-6, код города 495. Действительно, у нас ситуация, прямо скажем, времени уже очень много упущена. Два слова. Я считаю, надо менять конституцию, я считаю, что надо вносить конституционным путем, есть предусмотренный путь изменения ряда положений конституции. И в том числе вы затронули один вопрос о том, что у нас деидеологизированное государство. Но вот эта деидеологизированность, вообще говоря, создает сегодня ситуацию, когда идеологией становятся деньги и фактически вседозволенность и делаю, что хочу. Фактически, так сказать, потеря каких-то ориентиров, потеря своего отечества, как духовного понимания отечества, потеря ценностей Родины. И я считаю, что идеология нужна, конечно, и нужно вернуть эту позицию в конституцию. Значит, у нас на линии Алексей. Алексей, слушаем вас. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Первое, хотел бы высказать слова с полезными тем людям, кого коснулось. Вот, тем более дети, там, маленькие, грудные даже пострадали. То есть, это страшно себе представить просто. Вот, а вопросы два. То есть, один, в общем, первый наш уважаемый президент, он почему-то в последнее время молчит, действительно. То есть, меня очень удивляет, что он сегодня не высказался, не нашелся, ну, что сказать. То есть, это какое-то впечатление растерянности производит. Вот, до этого, в пятницу, я присутствовал на похоронах Михаила Тимофеевича Калашникова. Он тоже там был и тоже почему-то не нашелся, что сказать, ну, то есть, как высказаться. Ну, это общий вопрос, непонятно, что там с ним происходит. Если сможете как-то подрементировать, то было бы интересно. А второй, совершенно конкретный вопрос. То есть, да, понятно, что терроризм не имеет национальности и прочее, прочее, прочее. Но я сам проживаю в микрорайоне Белая дача. И один, я, по-моему, с этим бороюсь. То есть, у нас есть рынок, это, понятно, зачетная тема и прочее. Но самое главное, что у нас в Амкаде парковка незаконная автобусов из Дагестана. Меня не так смущает, что они там по движению загораживают и прочее, прочее. Но вот, представьте, что там самая огромная мега, огромный рынок. И туда из Дагестана напрямую приезжают вот по той же Волгоградской трассе, да, автобусы, которые никак не контролируются. То есть, там неимоверное движение. Я по три, по четыре раза звоню, 0-2, там, я не знаю, куда звонить. Прошу убрать там незаконно припаркованные автобусы, что-то с этим. Алексей, вопрос понятен, у нас меньше двух минут остается. Да, у меня не приходит, вот конкретно. Да, я понял, понял, вопрос понятен. Это только я делаю. Александр Ильич, пожалуйста. Ну, значит, я могу так сказать, конечно, наводить порядок надо, автобуса проверять надо, так сказать, и приезжих нужно. Это все-таки столица нашей Родины, Москва. Я вообще считаю, что здесь нужно более радикальные меры к Москве применить. Но надо понимать, их дагестанцы тоже граждане Российской Федерации, они имеют российские паспорта. Это вот важный момент. А вдохновители всего этого дела, они находятся за рубежом. И в Саудовской Аравии, и еще в целом ряде стран, и в США в том числе. Больше, что большинство их находится на территории Российской Федерации. Ну, тех, кто реально здесь действует. Александр Ильич, я с вами абсолютно не согласен. Давайте вещь назвать своими нами, если мы будем летать в облаках, что все находятся за рубежом, а здесь непонятно исполнители. Здесь все находится. И деньги финансированные здесь все еще. Деньги, да, конечно. Тоже здесь, в том числе, извините меня, сдирают дань, это вообще известно, с чиновников, чтобы хорошо жили. И те дают им денег, да, с предпринимателей. Финансирование не за рубежа не идет, идеология же давно не идет. Это достаточно автономно работающие структуры. Поэтому, ну, давайте мы точно будем вещи называть своими нами. Если бы, я все-таки не совсем соглашусь, я считаю, что если бы была автономно работающая структура, то давно бы мы эту структуру могли бы уже ставить. Да и вот не получается, я сейчас после перерыва объясню, почему не получается. Это не так уж просто, как кажется. Все, мы разобрались. И я вам скажу, что за рубежом основные структуры, которые заинтересованы в подобном радикализме, они сейчас зациклены не на Россию, они зациклены на Сирию. Но Россия помогает Сирии, поэтому мы здесь. А потом, извините, ради бога. И чем может помочь, там, ну, есть, значит, какие-то, значит, радиовещательные, телевещательные станции в плане идеологии. Деньги здесь все делают, а финансирование все здесь. При чем на зарубежье? Давайте точный диагноз ставить, а то мы так договоримся, что... Ну, хорошо, назовем это пятой колонной, вот некой, ну, так, специфически, хорошо. Значит, продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, код, наш, извините, код города Москвы 495, телефон студии 651096, 6510996. Я хотел бы сказать, что, понимаете, давайте дадим диагноз того, что мы имеем дело. Значит, у нас на территории страны есть несколько, я бы сказал, направлений радикального такого религиозного терроризма, с которым мы сталкиваемся. Первое, это то, что я называю, значит, радикальным политическим салафизмом. Он у нас не запрещен, а эта идеология салафизма. Соответственно, существуют мечеди, молельные дома, где люди приходят, значит, и слушают соответствующие проповеди, и идет постепенная настройка, после чего они идут более радикальные, более опасные группировки. Значит, наиболее известный в то же время и в то же время запрещенный, слава богу, ответвлением от этого салафизма является знаменитый Эмират Кавказ, господин Доку Умарова, да, который пополняется периодически темой вот той молодежи, которая подпадает по влияниям вот этого салафистского движения. Я, кстати, вчера слушал внимательно выступление Кадырова, президента Чечни, это единственный руководитель субъекта федерации, который, наконец, назвал вещи своими именами и призвал пожестче покончить с этим явлением. Все остальные почему-то руководители субъекта федерации или помалкивают, или еще что. К сожалению, то, что мы называем традиционный ислам, духовенство, тоже почему-то молчит. Вот в Сирии есть такой великолепный муфтий Сирии, который активно занимает позиции. Это Ахмед Бадарадин Хусун, который, вот у нас своего такого муфтия нету. Нет, мы не слышим ни Таджуддина, ни Гайнуддина, на эту тему мы не слышим, к сожалению. Второе, значит, у нас есть так называемые международные действительно террористские группировки с центрами за пределами России. Это Хезбут Тахрера Исламия, штаб-квартира в городе Лондон, да, и Джамады Таблиги, это Пакистан, да. И, кстати, в этих организациях многие обучаются, например, с Хиргизи, с Узбекистан, Таджикистан, а у нас с ними безвизовый режим. Так, между прочим. Третья составляющая, которую периодически мы, значит, вылавливают наши спецслужбы, это, я их называю, террористские группировки централизиатского происхождения. Это исламское движение Узбекистана, исламское движение Туркистана и союз исламского джихада. То есть, смотрите, у нас, бог знает, кто тут представлен. Ну, наверное, логично было бы, вырабатывая, значит, вопросы борьбы с этим явлением, для начала ввести визовый режим с теми государствами, откуда все это идет. У нас дошли до абсурда. Мы говорим, что две тысячи, тот же Хусну, муфтий нам в ссылке на правительство Сирии говорит, граждан России воюют в Сирии. Около полутора тысяч государствами СНГ, с которыми нет визового режима. Они получают там боевую подготовку, боевое обучение, а потом возвращаются сюда. То есть, угроза терроризму будет возрастать. Подготовленные возвращаются. Они идут через Турцию, но у нас Турция облегченный визовой режим. Вот театр абсурда. А потом мы говорим, наши силовики не справляются. Слушайте, действительно, нужно политическая воля высшего руководства страны с целью наведения порядков хотя бы в этом вопросе. Здесь несколько составляющих. Во-первых, действительно, совершенно открытые границы. Можно сказать, вообще, честно говоря, если взять СНГ, то практически границ нет. Приезжай откуда хочешь и выезжай. И просто нет границ. У нас есть соглашение от 2000 года. Да, да, есть. Государство СНГ. Безвизовый режим. Там есть статья 4, где что-то, что нам по белому написано. Что ж в случае. Если тому или иному государству угрожает национальной безопасности и здоровью граждан, мы с членом СНГ введи визовый режим. Можем. Такого решения пока не принято. Вот почему, наверное, наши радиослушатели влияют. Это вопрос, к сожалению, к нашей власти. Это первое. Второе. Даже при безвизовом режиме можно было бы немножко пожестче вести, так сказать, контроль границ. Люди должны приезжать сюда к нам, имея документы какие-то. А часто люди приезжают вообще не имея практически никаких документов или бумажки. И там с 2015 года обещают, что будут по загранпаспортам ездить. Но насколько это получится и когда, трудно рассказать. Но вы знаете, сколько граждан России имеют загранпаспорта? 80% не имеют граждан. Это понятно. А мы сейчас проплатим загранпаспорта для граждан СНГ. Ну, вы понимаете. Это абсурд. 110 миллионов загранпаспортов надо будет выписать. Для начала давайте хотя бы своим, что ли, выпишем. Второй момент связан с тем, что, еще раз хочу, вы правы, да, много организаций действует, действует официально. И запрета тоже сегодня нет. Почему? Потому что здесь, видимо, действуют какие-то непоподобные камни. Идеологическое течение, религиозное и идеологическое течение действует. Да, безусловно. Идеологическое течение, любая мечеть, в которой это происходит, она все равно каким-то образом структурирована, да, в системе. То есть это либо... О, я хочу вас расчетовать, Александр Викторович, вы знаете, потому что если частные мечети, то есть на частном уровне строятся мечети, никто их не регистрирует, и они действуют. И когда силовики проводят ту или иную операцию, на них нападают, вот как господин Магомед говорит, вот силовики нехорошие. Это в явном виде противоречит закону о свободе совести и религиозных объединениях. То есть то, о чем вы сейчас говорите, практически преступление, да. Вы мне говорите? Как минимум правонарушение. Не может быть частные мечети какой-то... Но они существуют. Я знаю, я понимаю, но я просто говорю, значит, необходимы соответствующие указания, соответствующие директивы правоохранительным органам, там, и, соответственно, Минюсту для этого. Второй момент, значит, третий, вернее, момент. Значит, что касается, так сказать, вообще обстановки, как мы уже говорили, идеологии и так далее. Здесь на сегодняшний день нужен посыл, большой, жесткий, серьезный посыл, который бы четко ориентировал наш народ вообще, куда мы движемся, что мы строим, куда мы идем, каким мы хотим видеть государство, вообще, каким мы хотим видеть общественные, социальные отношения. Этого нет. Есть вот рынок, он, так сказать, вот да, вот у нас по конституции социальное государство, но, тем не менее, рынок присутствует везде. К сожалению, этот рынок сейчас пришел во все сферы, и в медицину, и в образование в той или иной степени, и, к сожалению, это тоже не способствует... В национальную безопасность. И в национальную безопасность. Если мы не вводим визуорежисты, значит, там есть когда-нибудь кого-то, чего-то. Конечно, конечно, кто-то лоббирует, это понятно. Значит, вот, к сожалению, это крайне опасно сегодня. Я считаю, что здесь должны прозвучать четкие установки, и мы должны все-таки возрождать, прежде всего, понимая, что все-таки большинство населения нашей страны, я ни в коем случае не хочу умолять или говорить как-то плохо о других религиях, но надо возрождать взаимодействие государства с традиционными религиями, прежде всего, с Русской Православной Церковью в полном объеме. И, конечно... Но не только с Русской Православной Церкви, со всеми. Не только, не только, со всеми традиционными, я сказал. И в том числе с исламом, с традиционным исламом, конечно, конечно. Чтобы между ними был какой-то разрыв. Нет, нет, нет. У нас на линии Владимир. Владимир, слушаем ваш вопрос. У меня такой вопрос. Хотел бы прояснить такой момент, как я считаю. Вот мне говорят теракты-теракты. Я считаю, что это настоящая война идет. Война идет за раздел России по линии Астрахань, Казань и дальше на север. Дальше на север идет. Это отделение, значит, западной части, то есть самой русской части страны, и восточной, где живет 15 миллионов. То есть та часть страны будет исламской. Ну, так я выражаюсь. Как вы относитесь к моему мнению? Значит, безусловно, часть задачи, которые ставят с этими группировками, связаны именно с этим. Часть, потому что есть и другие определенные задачи, о которых мы здесь и раньше говорили. Но я вам скажу, что не будет никогда этого. И я все-таки оптимист в этом плане, несмотря ни на что. Я все-таки верю в то, что Россия всегда останется единой и неделимой. Но это зависит от каждого, от каждого из нас. Если мы научимся не думать только о своей личной жизни, научимся смотреть внимательно по сторонам, извините, замечать, кто, как, куда там ходит, и вовремя, и сообщать, и объединяться с другими людьми, если надо, так сказать, вместе там защищать и свою территорию, и свой двор, и свой район, и так далее. Вот тогда немножечко ситуация изменится. Я не призываю здесь ни к насилию, ни к чему. Я призываю просто объединиться людей. Потому что пока мы каждый сам за себя действуем, пока мы думаем только о своей жизни личной, а на соседа смотрим так, знаете, с определенным отношением, а не важно, как там у него, то надо понимать, что мы сами не защищены из-за этого. Нужно почувствовать себя народом. Пора уже, пришло время. Нас на линии Максим. Максим, слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я слушал Владимира, Магомеда, основных слушателей. Вот хотел высказать, я сам долгое время служил в спецслужбах. Могу сказать, что то, что сейчас творится на Кавказе, это большей частью мафиозные разборки, чистой воды. Если там, грубо говоря, какому-нибудь животному в погонах человек не понравилось, потому что он делает, устраивает что-то типа взрывок, перестрелки, и человек выдается за террориста. И это будет продолжаться до тех пор, пока силовые ведомства не будут нормально работать, пока не будет нормально работать и власть. У меня очень радикальное мнение здесь, извините, ради бога. Я считаю, что, и говорил это, я уже несколько лет об этом говорил, что та реформа, которая была сделана, да, с переаттестацией и так далее, она не принесла тех плодов, на которые мы рассчитывали. Здесь нужно идти другим путем. Нам надо брать здоровое ядро, которое есть, и это здоровое ядро выделять и строить совершенно новую, на новой основе службу. Вот тогда почистятся и республики, почистятся и все, что будет. И берется здоровое ядро, на него уже, так сказать, нанизывается все остальное. И вернуть надо тех, кто ушел из службы. Я большую часть своей жизни прослужил, да, и скажу, что я с этим не согласен. Значит, паршивый овца в каждой стаде найдется, как бы, никуда от этого не денешься, да. Но все это, ну, значит, говоришь, что все силовые структуры такие нехорошие. Нет, не все, но вряд ли нет, 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 не все. Это, знаете, я боюсь, что это специально запускается теми, кто борется по ту сторону барриказ, сервис дискредитации наших силовых структур. Давайте не будем до абсурда доводить. Люди едут туда не по своему желанию, я таких еще не встречал. Они едут, понимают, куда они едут, что могут оттуда и не приехать, и что там бывает, ну, всякое бывает. Нет, там другой вопрос. Когда речь идет о назначении местных, местных начальников, так сказать, отделений полиции и так далее, вот там, к сожалению, вы знаете, и должности продаются, особенно, так сказать, для Северного Кавказа и так далее. Там есть такие проблемы. И для того, чтобы их решить, здесь нужно вот это центральное ядро из Москвы, которое, вот оно должно быть очень крепкое и здоровое. Вы меня извините, но там кроме силовых структур у нас еще есть, значит, президенты республик. Ну, конечно, да, есть мэры и так далее, да, там много чего есть, да, это специфика этого региона, да, и, ну, то сваливать на силовиков я бы не стал. Нет, я не сваливаю на них, это просто... Сейчас же надо вам четко понять, что у нас есть несколько направлений борьбы с этим влюблением. Первое, идеологическое, о котором я сказал, а с учетом, чтобы не ждать, когда же мы в Конституции внесем это изменение в 13 статью, бог с ней с этой 13 статьей, у нас должна быть элементарная контрпропаганда. Вы возьмите, я не буду называть, чтобы не создавать регламу, значит, сайты ряда радикальных религиозных групп. Профессионально сделаны, очень эффективно материал подан. А что в контрпропаганде? Да ничего нет, пустота. Потому что нет людей, которые понимали бы сути происходящего в этом явлении. Поэтому надо вырабатывать это идеологическое противодействие и задействовать и средства массовой информации, и интернет-ресурсы, и все что угодно. Вторая, это силовая составляющая. Давайте вещи с вами нами говорить. У нас сложилась в ряде регионов, не буду их называть, ситуация, когда местная власть просто не дает в обиду своих силовиков, зачастую назначаем. Не буду называть некую республику, где недавно обнаружили, что ряд, значит, деятелей занимались торговлей наркотиками в погонах. И когда служба собственной безопасности приезжает туда и пытается их арестовать, им, значит, соответственно, не дают через суды, все это блокируется. Это называется вообще-то сепаратизм. Если вещи называются именами, радикальный религиозный экстремизм и терроризм, он смыкается с сепаратизмом. Это самое страшное для России. Это может привести не то, как у нас говорил, значит, слушатель распада на востоке или там на север. Это вообще может привести к распаду России как таковой, вот, в принципе. Вот я как раз об этом говорил, когда я говорил, что нужно вот там менять здоровое ядро, ставить и действовать. Вот такие случаи как раз для того, чтобы с ними справиться. Еще скажу, вы знаете, хотя, может быть, вряд ли сейчас кто-то вот поймет или почувствует эту ситуацию. У нас есть резерв определенный, у нас есть, во-первых, у нас много отставников, у нас есть много людей, которые могли бы, да, вернуться в строй при надобности. Но я возвращаю, многие отставники, я с них знаю, и сами знаете, не захотят возвращаться. Ну, на определенных условиях, если будет такая ситуация. Даже определенные условия. Я, можно скажу, я считаю, что есть все-таки одна сила, которая сегодня, к сожалению, не то, что не востребована, а не доформирована как надо. Я считаю, что нужно формировать, усиливать, укреплять и ставить под государственный флаг, как говорится, казачество. Причем повсеместно, в каждом регионе. Это непросто, это сложно, есть разные течения, разные движения, есть много ряженых и так далее. Но основа там была здоровая когда-то, я считаю, что этим надо заниматься, особенно на Северном Кавказе. Ну, на Северном Кавказе это особый случай, ведь вся проблема у нас сейчас в чем-то. Когда мы очень долго были зациклены на проблему Северного Кавказа, терроризм, экстремизм, все почему-то списывали на Северный Кавказ. Я много лет говорю, что проблема радикального терроризма, религиозного, это не проблема Северного Кавказа. Нет, безусловно. Это не проблема по-боже, это нет, это проблема всей Российской Федерации. У нас сейчас редко мало регионов, где нет салафийских структур, и в том числе чисто русских регионов, и в том числе, извините, в Москве и в Санкт-Петербурге. И в том числе есть такая опасная тенденция на расстание мигрантов в Центральной Азии, которые тоже несут эту самую радикальную идею, и они здесь вообще неконтролируемы. Когда мы говорим, правоохранительные органы плохо работают, извините, а как они могут хорошо работать, если недавно руководитель ФМС заявил, что за 9 месяцев вот этого года в страну въехало 15 миллионов мигрантов, 12-14% населения страны. Как можно их отфильтровать? Как можно с ними работать? Это никакие спецслужбы, никакие правоохранительные органы не справятся. Абсолютно с этим согласен, и помимо того, что необходимо этот поток прекращать всеми возможными способами, здесь, конечно, нужен целый комплекс и других мер. Мы бросили наши, вы извините, я так вот по-имперски немножко скажу, мы бросили наши республики, нужно было работать с ними, заниматься, в конце концов ввести определенный торг за то, чтобы сохранить там русский язык, сохранить литературу, сохранить обучение тех, кто там в школы посещает, каким-то основам. То есть, когда они ехали бы в Россию, они представляли, куда они едут. Это все было брошено. Только сейчас об этом начали говорить, да? Ну, это уже поздно, я вам скажу. Поздно, я понимаю, выросло поколение. Я знаю, отлично, значит, произошел откат там на 200-300 лет с точки зрения знаний. Никто это, мы когда говорим, надо было. Они бы нам говорили, давайте вкладывайте деньги. Это понятно. Деньги в советское время были вложены, были сотни миллиардов рублей, тогдашних. Кто сейчас вложит? Давайте не будем в облаках. Да, и второй момент очень простой. Я считаю, что вот, например, если говорить о Москве той же, да, Москва и столичный округ. Я считаю, что вполне можно было бы, по крайней мере, временно для наведения порядка года на три вообще закрыть Москву, а для въезда любых игрантов. Ну, да, и внутренних тоже. И внутренних тоже. Конечно, в счете лимит, который был в советское время, он обусловлен безопасностью. Это не только Москва, это могут быть и ряд крупных городов. Да, безусловно. Это надо делать. Это надо делать. У нас на линии Сергея Васильевича... Не надо бояться. Да, конечно. Сергей Васильевич, слушаем вас, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Действительно, соболезнования прочие, но сейчас, на мой взгляд, главное следующее. Все, что вы говорите, очень правильно. Все правы по-своему. Но надо осознать одну вещь. Мы на краю. Почти на краю. И вот я, так как я врач и исследователь, то буквально два слова я вам скажу по аналогии. Мы больны. У нас пострадала иммунная система. То есть все, что вы говорите, защитные механизмы, они или разрушены, или недостаточно выверены и прочее. Не будем сейчас говорить об этих частностях. Так вот, когда защитные механизмы не работают, и нет таргетных, то есть целевых средств, цель, таржет, цель, целевых препаратов... Сергей Васильевич, у нас очень мало времени, у нас сейчас впервые будет, если можно. Говорю коротко. Да, да, Сергей Васильевич. Что нужен хирургический прием по удалению причины. Еще раз говорю, мы на краю. Если сейчас мы не сможем с вами, в том числе и господин Чуешь и прочее, не уходите вы из дома, вообще не выходите оттуда с день и ночь, пока не добьетесь от президента и прочее решений четких. Первое. Нужно сейчас же вот всю эту сеть попытаться, ну, ликвидировать, может быть, и срочно принять какие-то акты, которые... Ну, вчера Кадыров предложил. Это вот то, что вы говорите, это вчера президент Чечни Кадыров по большому счету предложил. Вопрос, насколько мы готовы к этому. Насколько мы готовы в силовом отношении, в идеологическом отношении. Вот я еще раз говорю. Мы сейчас завоют все либеральные средства массовой информации и закричат всю катушу. Насколько готовы то, что мы называем традиционным самым, поддержать нас в этом. Ведь от них не идет вот такого призыва, как сделал Кадыров. Ведь молчат президенты Ингушетии, Дагестана, татари. Почему бы им тоже не обучение? У них нет никаких проблем. Да и выше руководства страны пора уже заявить об этом. Вот о чем речь идет. Здесь нужна реальная, ну я бы сказал, жесткая и быстрая, резкая, так сказать, объемная, масштабная операция. И не только операция, здесь нужен целый комплекс. Я вам скажу, на самом деле, у нас не мало, значит, нечто подобное было сделано в Алжире. Там была страшная вода. Война, извините, в 90-х годах, особенно в начале 2000-х. Значит, ну и, как говорится, они вышли из этого испытания вот именно хирургическим способом. Да, но там не только хирургическим способом, там была идеология и очень много религиозного плана, как противодействие, значит, к крайнему салафизму. Дмитрий у нас на линии, ну и, Дмитрий, у нас 14 секунд осталось. Давайте сразу после перерыва обязательно свяжитесь с нами, потому что заканчивается, сейчас будет перерыв на регламу, без которой, как говорится, ну, тоже нельзя. У нас на линии Дмитрий. Дмитрий, слушаем ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу предложить, помимо того, что сейчас, конечно, говорится, что визы усилить и все, есть очень простой способ заставить чиновников заботиться о безопасности страны. Надо просто пересадить всех чиновников на общественный транспорт. Я думаю, что им будет очень невесело ездить, боясь за свою собственную жизнь. И родственников также пересадить на общественный транспорт. Это, конечно, замечательная была бы идея, но, к большому сожалению, это, как, значит, наше пожелание или наши, так сказать, мечты. Я боюсь, что такое, к сожалению, нереально в нашей стране, по крайней мере, в ближайшем будущем. Ну и, кроме того, вы знаете, все-таки тоже надо понимать, что есть разные чиновники. Те же там сотрудники правоохранительных органов, они тоже пользуются не только общественным транспортом. У них есть свой, он необходим иногда для тех же оперативных целей. Ну, это такое пожелание, понятно, какое. У нас на линии Павел. Павел, слушаем ваши вопросы. Алло, добрый день. Привет, вечером. Ну, я прошу прощения, это будет скорее не вопрос, а такое замечание. Очень интересная передача. Просто, когда вы приводите в пример некоторые ближневосточные арабские страны, как Алжир, то не забывайте, что вас слушают люди, которые помнят эту страну еще светской. И там одно время процент населения, который не говорил на арабском, примерно был одинаков с теми, кто не владел французским в должной мере. И поэтому даже была целая, длительная, на год рассчитанная процедура под названием арабизация. Но вы говорите это о тех годах, когда Алжир добился независимости. Слушайте, мы говорим о реальности. Подожду, Павел, не надо. Я говорю о том, что когда в 1991 году, в 1991 году к власти пришел выбор фронт спасения исламский, да, и тогда, собственно, началась гражданская война, и то, что мы сейчас имеем при президенте Бутыфляги. Не путайте разные вещи. Да, там есть значительно сейчас берберов в горных районах. Не будем об этом говорить. Нет, согласен. Ну, не надо, не путайте. И там есть действительно большой хороший опыт, который был задействован при президенте Бутыфляги по борьбе с экстремизмом. Там шла гражданская война. Причем тут арабский язык. Павел, я ради бога, я прекратил. Машину. Машину запустить. Понятно с вами. Значит, ну, мы должны, когда мы говорим о том, что мы должны принять какие-то меры, мы должны посмотреть, а кто это уже делал. Вот в Алжире это как пример. Там тоже были споры, а стоит ли прибегать к насильственным мерам и так далее. Они прибегли. 20 лет гражданской войны. Сейчас страна, не считая границу Смоли, там совсем другие нюансы, страна, в общем-то, победила это явление. Она победила в результате комплекса мер идеологического, силового и другого характера. И нам надо это тоже посмотреть внимательно. Надо понимать, да, терроризм это инструмент, который задействовался в разные времена, в разные эпохи и в истории. Много и в нашей стране в разные времена тоже он был. Надо понимать, что, безусловно, можно и нужно использовать внешний опыт, можно посмотреть и в историю. Но самое главное, необходимо понять, что без конкретных, быстрых, комплексных мер, которые не только на словах должны быть осуществлены, а реально в действии, в том числе и силовых, в том числе и идеологических, в том числе, так сказать, и таких радикальных, как закрытие городов, временные, подчеркиваю, чтобы никто не думал, что мы здесь предлагаем что-то новое для наведения внутреннего порядка. Потому что сегодня, извините, у нас Шанхай по Москве, то там, то здесь. Здесь убрали, там появился, да. Вот. Я считаю, что это сделать, делать просто не то, что необходимо, а у нас просто другого исторического времени не будет. Это нужно делать уже сейчас. Ну, я бы так сказал, что мы, конечно, упустили, значит, на качестве времени. Ну, тем не менее, исходить я оптимист. Я говорю еще, я этой проблемой занимался более 20 лет назад. Понимаю, да. И до сих пор, значит, сохранились, значит, записки, которые я вот взял на себя, смелся публиковать в книге, потому что за 23 года прошло, ничего секретного нет. И мы эти годы, да, мы как-то упустили очень многое. Но это не значит, что сейчас не надо ничего делать, все свалить на силовиков, говорить, какие они плохие, как они вот едут туда заработать. Значит, надо очень подойти к этому делу, я бы сказал, комплексно, да. И мы когда-нибудь идеология, а кто будет вырабатывать противодействие к контрпропаганду? Вы мне покажите, назовите человека вот сейчас сходно с политологов много. Кто разбирается с салафизмом? Кто хоть читал такие единые бантами аль-Харани? Я уже не говорю о Мустафе Шукре. Да нету таких, все общими в целом. Слушайте, это как бороться с коммунизмом вначале пытались, не очень неудачно. Потом, наконец, начали изучать это. У нас, я извиняюсь, Александр Викторович на линии Артема. Артем, слушаем вас. Здравствуйте, я с вами во многом согласен, но меня интересуют довольно-таки конкретные вещи. Например, что если вы предлагаете с этим очень конкретно бороться и массивно, то кто все это будет делать? Вот правильно. Я об этом-то и говорю как раз, Артем. Да, но вот простой пример. Если вчера у нас был первый взрыв в Волгограде, а сегодня второй, то почему, если это происходит в городе, нельзя поднять вообще все, поставить милиционеров на остановки, на автобусы, перекрыть город, все это контролировать, как можно было это пропустить? Артем, я встречный вопрос вам задам. Это сделать можно, но насколько это может продержаться? Насколько долго возможно приставить милиционерах каждому автобусу? Это нереально, простите. Там столько милиционеров нет в Волгограде. К сожалению, надо понимать ситуацию. В состоянии паники нужно попросить людей быть бдительными. А все это получается так, что произошел взрыв, его разбирают, и больше ничего не происходит. То есть даже с точки зрения пропаганды я, как простой обыватель, вижу, что больше ничего не происходит. Ну, очень многое здесь все-таки сегодня, у нас так страна выстроена, зависит от политической воли центра, да? И я считаю, что да, вы правы, вот я хочу, так сказать, обратиться, вы правы в том, что у нас специалистов сегодня нет. Ну, есть, но очень мало. Ну, назовите, ну, да, тот же Сатановский там, да. Я к Жене хорошо отношусь, он знает ближе, но в глубине этих вопросов, но местных нюансов. Понимаю, но я так скажу, даже если так, то все равно начинать с чего-то надо, и готовить надо, и задачу. Если поставить задачу, будут специалисты. Так как в ВТО мы вступали, у нас никого не было, чтобы судиться. Поставили задачу, сейчас иск подаем. Значит, поэтому здесь можно и нужно это делать. Просто это нужно поставить как комплексную приоритетную задачу, потому что на самом деле мы должны эту заразу уничтожить. Значит, давайте, Александр Александрович, кто у нас отвечает в администрации президента за национальную политику? Бывший президент Дагестана. Ну, вы верите в эффективность деятельности вот человека, у которого мэр Махачкалы занимался известными пропросами? Ну, слушайте, давайте не будем. Что, у нас больше нет в стране людей, которые могли бы возглавить этого? Во время Советского Союза, до Горбачевских период, межнациональные отношения строились, исходя из двух моментов. Первое, силовая, не дай бог где, сразу ответственность, да? Система вторых секретарей ЦК сверху внизу, да? И третье, это, конечно, была какая-то идеология, да? И в ЦК КПСС, был секретарь ЦК КПСС по национальной проблематике, в том числе последним секретарем был Купцов Антин Садьевич, мой старый товарищ, со времен, бог знает каких времен, да? И это определялось как-то. Ну, слушайте, а сейчас что мы имеем? При всем уважении к бывшему президенту Дагестана, извините меня, но ситуация-то в Дагестане известна нам какая? Абсолютно, понятно, да. У нас на линии Владислава, Владислав, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемый господин. Здравствуйте. Мы все здесь очень громко говорим о всем этом, скажите, пожалуйста, а вот такой вот вопрос к социальным службам не задавался, а где они? Кто? Где эти службы? Где разведки всевозможные, радио? Их же сейчас нету вообще. Они сейчас просто-напросто охраняют наших чиновников за ту мезду, которую получают для того, чтобы потратить просто на магазин. Нет, службы есть, и они работают. Другой вопрос, что еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы тоже понимали ситуацию. Изменилось время, изменились способы. Это может возникнуть в любой точке, в любое время, в любом месте. Так же, как и собирают эти устройства тоже, где попало, где угодно. Поэтому здесь надо понимать тоже некие ограниченные возможности. В США уж насколько там у них замечательная система, весь мир слушали, да, однако это не уберегло Соединенные Штаты тоже от терактов. Я хочу сказать, что здесь еще раз... Но там террористического акта не было, насколько мы сегодня знаем. Это было просто политическое вознятие. Нет, ну я еще раз подчеркну, там не один, и там стрельба, и в школе начинается, дети когда идут стреляют, да. Там тоже свои проблемы есть. В каждой стране есть свои проблемы, которые трудно решать. Но здесь совершенно четкая поставлена задача тех, кто хочет разрушить нашу страну. Там выбить, сейчас Паврова дискретировать Олимпиаду, затем, так сказать, попробовать какие-то территории воздействовать и так далее, чтобы люди начали уезжать оттуда, бояться. Вы знаете, сегодня необходимо... Вот я еще раз это подчеркну, да, нам необходима сегодня политическая воля, и нам необходима жесткая позиция первого лица. Я надеюсь, что мы ее все-таки услышим и увидим. И очень важно понять, чтобы и жесткая кадровая политика. Да, кадровая политика абсолютно вас поддерживает. Когда два теракта, значит, в кратчайшее время, ну, извините меня, не думаю, что мэр города Волгограда или губернатор Волгоградской области должен оставаться на месте. Абсолютно с вами согласен. Даже исходя из этических соображений, эти люди должны уйти. Незаменимых людей нет. Я вот перед этим покритиковал замглавы администрации президента. Хороший человек, вне всякого сомнения, мог бы заниматься чем-нибудь другим, да. Но мы должны исходить из того, что дело, прежде всего, и если ты такой уж хороший, занимайся чем-нибудь, который не влияет на национальную безопасность. Так и с руководством Волгограда и Волгоградской области. Это этические соображения. Слушайте, даже дело не в том, что организовали, не организовали. К сожалению, у нас и кадровая политика, если раньше она строилась, да, были определенные системы подготовки, были определенные резервы, так сказать, вы знаете, и выше партнерского и так далее было. Сейчас у нас вот эти лифты тоже потеряны. Кадры, к сожалению, набираются немножко хаотично. Есть такое. Ну, определенными принципами руководствуются люди, когда их набирают, но не всегда теми, которыми нужно руководствоваться. Есть такая проблема. Я еще раз говорю, вот если мы сейчас, самое интересное, зададим вопрос, Александр Ильич, кто у нас занимается идеологическим противодействием терроризма? Есть ли такая фамилия? Назовите фамилию, Александр Ильич. Вот, я читаю, написано. Политик, общественный деятель, член президиума, партия, справедливости. Назовите, можно я так же говорю? У нас недавно была создана концепция национальной политики Российской Федерации, которая должна гармонизировать наши международные отношения до 2020 года. Назовите, кто во главе этого стоял. Оцените ее. Вот уже оцените. И мы сразу поймем, о чем речь идет. Вы знаете, я могу сказать, что, к сожалению, этой политики нет пока активной. На бумаге она есть, и по ней хотели взять то ли 36, то ли 38 миллиардов рублей. Слава богу, дали меньшее. Реально этой политики нет. Ну как так можно? Вот взять, написать что-то, да, и объявить, что в 2020 году все будет очень хорошо. Ну это же понятно, это же, извините меня, это мошенничество, извините меня. Это может быть отдельным сегментом, небольшим сегментом в целом национальной политике. Небольшим сегментом, он нужен, образовательная система, значит, агитация и т.д. Это нужно. Но это маленький сегмент. Он не решает. А нам пишут, к 2020 году будет гармонизировано международные отношения. Все это затверждается. Большие начальники говорят, как хорошо, ура, ура. И на этом фоне происходит то, что происходит. Вот, понимаете, ведь за это надо отвечать, да, и президент должен вызвать этих авторов, и кто их курировал, этих авторов, и сказать, ребята, а что это вы тут понаписали, а ну-ка сейчас читайте, доложитесь. И сказать, это не пойдет, это отдельный сегмент, на это денег будет выделено еще в 6 раз меньше. Нельзя так, понимаете, деньги будут потрачены, а ничего не будет сделано. Вот, и мы говорим, а вот давайте будем противодействовать идеологии терроризма, значит, у нас получается, что за все отвечают силовые структуры. Все с вами на силовые структуры. И они, оказывается, во всем виноваты. Виноваты Федеральные службы безопасности, что их сотрудники гибнут на Северном Кавказе и не только там. Виноваты Министерства внутренних дел, чьи сотрудники тоже гибнут, значит, и они тоже виноваты. Подождите, уважаемые, это только силовая часть. Эти люди делают свое честное дело. А вот где, честное дело, кто должен создать настоящую концепцию национальной политики, концепцию межрелигиозных отношений, крайне важных для нас? Кто, наконец, должен выработать систему контрапаганды, идеологии терроризма, идеологии крайнего салафизма? Кто? Назовите мне! У нас на линии Вадим. Вадим, слушаем вас. Вадим? Вадим? Алло, здравствуйте. Да, да, Вадим, задавайте вопрос. Здравствуйте. Ну, я хотел бы, так сказать, два штриха, так сказать, добавить к вашему разговору. Во-первых, начнем с того, что у нас наверху, на самом верху, я хочу сказать, полная безответственность. Нет ни одной структуры, которая бы реально могла спросить по результату первых лиц государства, как это делается в демократических странах. У нас нет независимой экспертизы, которую должен, по идее, выполнять парламент. Независимая экспертиза, я имею в виду, прежде всего, экспертиза по результату... Павел, у нас время очень ограничено. Пожалуйста, вопрос. Иван, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы в какой-то степени защищаете силовые структуры, а кто в этом случае должен вести ответственность? Общество? То есть вопрос в общих чертах? Или еще частные лица, конкретные лица? Спасибо. На мой взгляд, я считаю, что ответственность должны всегда нести конкретные лица. И за руководство соответствующего района, города, региона, и, соответственно, силовых структур конкретных, если они что-то пропустили. Но это нужно доказывать в каждом случае, если они действительно есть их вина. Если нет, то не надо ее притягивать тоже за уши. Что же касается общей политики, я вам так скажу. К сожалению, еще раз, я уже начал об этом говорить. У нас были потеряны сами принципы формирования кадрового резерва и формирования, так сказать, тех или иных структур государственной власти, там, на научной или на какой угодно основе. У нас, к сожалению, там, родственники, друзья, знакомые, еще кто угодно приходили. Часто не... и сейчас приходят. И коммерческие интересы присутствуют. Часто люди приходят неспособные. Александр, извините за перебив. В советское время второй секретарь обкома или чего-то, или фурс-дорайкома, был русскоязычный, так называемый. Конечно, всегда. Сейчас у нас субъектом страны к федерации. И первый, второй, третий, какое угодно лицо, за редким исключением, представитель дитульной, так называемой, нации, а зачастую родственники. А страна у нас все-таки Россия. А потом говорит, а пусть вот решают силовики все. Знаете, давайте хватит с этим заигрываться. Я вам привел пример по некому субъекту федерации, где служба собственной безопасности, исходя из средств массовой информации, не могла, значит, арестовать своих сотрудников за нарушение. Этот субъект называется татария. Ну и еще, без комментариев. У нас на линии Павел. Павел, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы, опять же, как предыдущий комментатор, что вы считаете, что не надо говорить про спецслужбы, не надо спецслужбам изменять проблему теракта. Кому тогда эту проблему изменять? Мы говорим сейчас о какой-то там вне... Павел, такого не было сказано, вы что-то неправильно прослушали, что не надо спецслужбам менять теракты. Надо, и такого не говорилось. Я считаю, что надо подходить здесь просто комплексно. Вы знаете, началось все еще, если мы уж посмотрим, вспомним те самые пророческие слова, да, Бориса Николаевича, который сказал, берите суверенитета сколько хотите. Вот оно откуда началось-то, да. И вот мы сегодня расхлебываем вот этот процесс, который... Что там говорить, Александр Викторович, у нас в Конституции некоторых субъектов национальных федераций написано, что это государство. Государство Дагестан, государство Тарстан. Государство в государстве называется конфедерация. И конфедерация очень быстро распадается. Мы уже имели псевдогосударство в виде союзных республик, и это государство, Великая Россия, распалось. Мы что, хотим дальше расплавить? Сейчас говорим, надо, чтобы все поменяли наименование президента, не должно быть. Да бог с ним, как угодно они называются. По сути, по сути. А по сути надо из Конституции субъектов национальных федераций, там, где они есть, изъять понятие государства. Государства в государстве не бывает. Должно быть одно государство, Российская Федерация, все. Это абсолютно точно. И унифицировать все права, все субъекты Российской Федерации должны иметь равные права. Они должны быть разных, извините. В зависимости от того, национальная это или область. Чем области хуже, извините. Как и поменять, кстати, экономическую политику? Может, хватит нам субъектам, национальные субъекты Федерации давать какие-то особые средства? Может, пора выработать 10-15 русских субъектов Федерации, которые находятся не всегда в хорошем состоянии, и туда, наконец, сделать положение? Наконец-то, можно подумать, как вернуть нам миллионы наших соотечественников, которые живут в той же Центральной Азии. В одном Узбекистане свыше миллиона, как ты говорил уже, вот здесь, на этой передаче, да? Значит, можно их вернуть и таким образом что-то изменить. У нас в прошлом году, если не ошибаюсь, может, вот меня Александр Ильич поправит, 63 тысячи вернутся отечественников за год. Слушайте, это из несколько миллионов только проживающих в Средней Азии и Казахстане. Ну, слушайте, без комментариев. Потом мы говорим, меняется демографическая ситуация, всё меняется, религиозная ситуация меняется, идеологию мы имеем, которую, значит, принимают и в том числе русские люди, которые здесь живут и так далее, и так далее. И мы на это как-то смотрим по принципу. День прошёл, и слава Богу. Главное, чтобы прошла Олимпиада. Дай Бог, чтобы она всё прошла. Да, чтобы, дай Бог, да, чтобы и прошло без проблем, без всяких. Значит, чтобы вернуть наших соотечественников, нужно создать условия. Нужно дать им возможность здесь устроиться на работу и дать им место, где они могли бы жить. Вот я думаю, этим тоже надо заниматься. В любом случае нужна политическая воля. Спасибо, мы были бы на программе «Револьвер». Надеемся, до встречи.